Сегодня соберем необычный стул Tensegrity, в простонародии левитирующий стул. Первая модель напряженно связанной конструкции была создана еще в 1921 году. Изобретению 100 лет. За это время появилась масса самоделок заслуживающих внимания на тему Tensegrity, но широкого применения они не находят. И скорее всего потому, что напряженно связанная конструкция, как ни крути, не может быть абсолютно статичной. С улыбкой смотрю на обеденные столы и представляю, одно неловкое движение соседа и кофе или борщ прольется у всех сразу. Человека сложно расплескать, поэтому для стула напряженно связанная конструкция будет изюминкой. И если вы думаете, что каркас моего стула из дерева, ошибаетесь. Для напряженно связанной конструкции, способной выдержать вес человека, нужен жесткий стальной каркас. Нижнюю опору и стойки сделаем из сороковой усиленной трубы. Верхняя площадка будет из сорок пятого уголка. Была куплена оцинкованная цепь и шесть анкерных подвесов. Труба сама по себе будет смотреться колхозно, поэтому задекорируя ее под кору дерева с помощью гипса. Кору сделаем из подложки. Ее структура очень похожа. Подписчики должны помнить ролик про садовые светильники. Впервые для декора я использовал подложку там. Приступим к сборке. Отрежем под углом 45 градусов 4 отрезка трубы по 33 сантиметра. Должен получиться квадрат размером 33 на 33. Идеальная точность не нужна, поэтому резал на глаз. Все косяки скроются под декоративной корой. По-моему вышло неплохо. Вертикальные стойки сделаем длиной по 46 сантиметров. Края немного загнем там, где будет идти цепь. Уберем заусенцы. И просверлим отверстия для анкерных подвесов. Каркас под сидушку лучше сделать из сплошного уголка. Эти треугольники нам пригодятся. Теперь согнем. Получился квадрат 28 на 28 сантиметров. На улице сегодня минус 20, а в гараже минус 10. По паспорту для инвертора это нижний предел. Варить он стал ужасно, поэтому продолжим в подвале. Там тоже мастерская. Только просверлим отверстия для крепления мягкой сидушки и подготовим косынки для угловых цепей. Зря я пытался варить на морозе. Аппарат теперь не держит дугу. Но как-нибудь доварю. А завтра поищу причину. Времени на сварку ушло больше обычного. Даже пожалел, что не достал трансформаторный аппарат или полуавтомат. С цепями пришлось попотеть. Чтобы вставить подвесы, звенья нужно разрезать. А аппарат отказывается их варить. Сварочные работы наконец-то закончились. Теперь сделаем кору. У меня будет из гипса. Вы можете использовать плиточный клей. Он прочнее. Еще лучше силикон. Чтобы подложка не липла к силикону, обработайте его восковым спреем или чем-то похожим. Подложку размечаем по размеру труб. Гипсовую смесь делаем достаточно жидкой. Нанесем на подложку. Отденем на трубу и закрепим с помощью вязальной проволоки или скотча. Стянем так, чтобы гипс равномерно растекся по всей трубе. Гипс схватится за пару минут. Поэтому не стоит медлить. Но в уголке кору делать проще. Подложку крепим с помощью скотча. Обклеим по бокам и снизу. Гипс зальем в щели сверху. И поможем ему растечься по всей плоскости. С момента заливки первых труб прошло минут 40. Этого достаточно, чтобы гипс схватился. Но чтобы он быстрее сох, нужно снять подложку. Делаем это осторожно. Кое-где получилось коряво. Но мы это исправим после сушки. Прошли сутки. Похоже он высох. Структура коры как настоящая. Но нужно снять лишнее. Пыли будет много. Поэтому шлифовать буду на улице. На первый взгляд стало хуже. Кое-где пришлось подмазать свежим гипсом. Пусть подсыхает. А пока можно сделать кору там, где ее нет. Как видите, это просто. И почти не отличается от рисунка подложки. За час все исправил. Теперь то, как смотрится кора, мне нравится. Если вам тоже нравится, ставьте палец вверх. Дальше кору нужно пропитать грунтом, благодаря чему она станет прочнее. И покрасить. Красил неразбавленным красителем для акриловой краски. Заглушки для труб сделал из обычного поролона. Пока краска подсыхала, занялся мягкой седушкой. Сгодились обрезки влагостойкой фанеры. Квадрата размером 34 на 34 сантиметра будет достаточно. Ребра сделаем округлыми с помощью фрезера. С двух сторон. А уголки закруглим орбиталкой. Изначально я хотел обтянуть стул натуральной коричневой кожей, но на глаза попалась светлая стеганая эко-кожа. Которая, как мне показалось, лучше впишется в интерьер рядом с камином. Под эко-кожу положил слой поролона. И пристрелял степлером. Чтобы не было складок на углах, лишнее обрезал и сшил степлером. Согласитесь, получилось симпатично. Осталось собрать левитирующий стул. Центральную цепь и подвесы сделал толще, потому что основная нагрузка будет на ней. Вначале наживим боковые цепи и центральную. После чего подтянем угловые цепи и выровняем на глаз по горизонту. После чего можно натянуть центральную цепь. Мне показалось скучной однотонная коричневая краска. Решил сделать что-то вроде патины, акриловой краской под металлик. В итоге получилось как-то так. Без патины мне кажется было бы не хуже. Осталось поставить сидушку. Она будет держаться на восьми саморезах. Вот и готов наш стол Тен Сегрити. Не знаю как он выглядит на экране монитора или смартфона, но в реальности он классный. Если его сравнить с обычным стулом, то стул Тен Сегрити немного подвижен, но он не сложится. Замечания скорее будут к декору из гипса. Дескать, если ударить или наступить, он будет крошиться. Да, скорее всего будет так. Но если его сделать из силикона или автомобильного герметика для днища, с рисунком ничего не случится. Этот же стул скорее музейный экспонат, которым тем не менее будут пользоваться. И согласитесь, у камина смотрится классно. Он отлично вписался в интерьер и мне кажется, это не последняя моя самоделка на тему Тен Сегрити. Подкидывайте идеи в комментариях. Я кстати комментарии не только читаю, но и всегда отвечаю. А в следующем видео сделаем мощный светильник, который должен заменить несколько софтбоксов. И по цене он будет гораздо дешевле. На этом все дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк или дизлайк и подписаться на мой канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.